И да, это действительно совершенно новый Opel. Совершенно новый во всем. Начнем с того, что General Motors продал Adam Opel AG и передал его во владение группы PSA. То есть Peugeot Citroёn на сегодняшний день фактически владельцы бренда Opel. Таким образом, в распоряжении Opel появились новые платформы от Peugeot. И этот автомобиль по своей сути и техническим параметрам является полным аналогом Peugeot 3008, который успешно продается в Украине. Итак, давайте посмотрим на этот Opel внимательнее. Начнем с названия. Именуется он Grand Land X. Не путать с Cross Land X, который чуть меньше и на базе другого Peugeot, которое называется 2208. Да, все сложно. Теперь еще есть Mokka, которая тоже X. И с этим придется как-то жить и разбираться, потому как с названиями в Opel почему-то решили поступить каким-то своим странным образом. В остальном лаконичный дизайн, интересный профиль. Фактически этот Opel является антиподом своего брата по всей стилистике. Если Peugeot вызывает смешанные чувства, кому-то он нравится своим дизайном, кого-то он реально выбешивает, то к Opel абсолютно ровное, спокойное отношение. Этот Opel отрисован очень в классическом стиле. Он довольно консервативен и понравится тем людям, которые не любят каких-то глобальных изменений, каких-то странных ломаных линий и буйства красок. Абсолютно спокойный, размеренный классический автомобиль. При переходе в PSA Group Opel не растратил свой фирменный стиль, никто не менял ничего сверхъестественным образом, поэтому узнаваемость бренда осталась на своем месте. Фасад теперь украшают красивые фары. Full LED фара с красивой ресничкой, с дневными ходовыми огнями. Шелдик Opel хорошо подчеркнут хромированными линиями, достаточно сложное рифление решетки радиатора. Есть таких два уровня. Автомобиль оборудован датчиком контроля расстояния от впереди идущего автомобиля. Он спрятан внизу решетки. Очень массивная пластиковая листва, которая защищает весь периметр кроссовера. Клиренс автомобиля порядка семнадцати с половиной сантиметров. Этого достаточно для городского кроссовера на сегодняшний день, но фактически он действительно именно городской кроссовер. Какое-либо суровое бездорожье в этом классе не приветствуется. Короткие свесы мы можем наблюдать. Морда относительно тех хэтчбеков, которые мы тестировали, скажем как у Форда, не вынесена слишком вперед. Двигатель размещен поперечно и довольно компактно. Он небольшой, это всего-навсего полутора литровый турбодизель, но опять же это один из самых экономичных, практичных и долговечных моторов линейки Peugeot. Также здесь замечательная коробка. Это восьмиступенчатый японский Aisin, который знаком многим по Toyota, по Mitsubishi и собственно теперь уже по Peugeot. Очень хорошо сделано с порогами. Мне нравится это крупная широкая листва на порогах, которая полностью защищает и дверь и ваши брюки от грязи в проемах. Задний свес тоже достаточно короткий. Здесь есть такая декоративная вставка с имитацией выхлопных патрубков системы. Задние фонари и в принципе вся корма, она оформлена как-то по-итальянски. Мне кажется, что с учетом того, что этот автомобиль вышел в семнадцатом году, а о тесной связи и слиянии FCA и PSA стало известно только на этой неделе, то такое впечатление, что это некое пророчество. Я о сходстве со Stelvio. Я думаю, Коля выведет фотографию Stelvio по сравнению с Grandland X по корме и вы это сами увидите и оставите комментарии, считаете ли вы их подобными. Что касается колесных дисков, то здесь уже привычные в этом классе восемнашки. Доступны в других комплектациях 19 диски и также 17 диски. Обутые они с заводов Continental и с довольно-таки неплохим кроссоверным рисунком. Это Conti Cross Contact, который помогает автомобилю справляться с разными такими смешанными дорожными условиями, как, например, проселочные дороги. Также у автомобиля есть система грипп-контроля фирменная, французская, которая знакома по Peugeot Citroёn. Теперь она доступна и для Opel, но об этом чуть позже. В остальном, позитив, машина узнаваемая, машина на хорошей платформе, которая уже откатана и знакома. Машина имеет хорошие размеры, вместительна, достаточно высокая по клиренсу. Ну и, собственно, цена. Цены мы по традиции покажем на экране в титрах, но знаете, подобный экземпляр в богатой комплектации будет стоить порядка от 27 до 30 тысяч долларов. И да, на тест-драйве конкретно демокар. Именно такого автомобиля по всем пунктам в Украине в продаже пока не будет. Возможно, не будет конкретно такого в принципе. Есть некоторые отличия по адаптации на наш рынок. В остальном, в остальном, эти автомобили уже есть в шоурумах Киева, в шоурумах Украины. На сегодняшний день продано около 90 таких транспортных средств. И в принципе, да, очередь не стоит, но вам стоит обратить на него внимание, потому что это достойный конкурент тому же корейскому Тусану или Киа Спортаж на моноприводе. Так, что касается интерьера. Интерьер меня очень сильно озадачил, скажу честно. Еще вчера, взяв кофе, я обнаружил, что подстаканник довольно-таки скромный, неглубокий и невнятный. И один. А слева от подстаканника находится та самая шайба гриб-контроля. И я так сразу начал искать какие-то другие подстаканники, но оказалось, что у вас либо будут два подстаканника, как на фотографиях, которые есть в интернете, ну, собственно, либо вот так вот шайба и небольшой подстаканник без каких-либо креплений. Ну, и черт с ним, нечего отвлекаться на кофе за рулем такого прекрасного автомобиля. И автомобиль действительно прекрасен, потому что, ну, он объединяет в себе ряд преимуществ городского кроссовера. При этом, в отличие от большинства своих конкурентов, это все-таки турбодизель с достаточно экономичными характеристиками мотора. Сам интерьер очень строгий, очень серый, местами даже, наверное, мрачноватый по сравнению с остальными продуктами бренда PSA. И я бы сказал, даже мрачноватый относительно некоторых конкурентов. Он очень сдержанный, похож на ту же цветовую гамму, что используют обычно корейцы, но качество материалов гораздо выше. Сборка гораздо плотнее, интереснее все исполнено, хорошее тиснение пластика, все гармонично, где надо мягко, где надо жестко. Сзади, конечно, дверные карты из другого пластика, но все это не отличается. Музыкальная система приемлемая. В Тусане, я бы сказал, базовая аудиосистема поинтереснее. Ну, не ради музыки эти машины покупают. Что касается центрального тоннеля. Он полностью отделан глянцевым вот таким вот рояльным лаком. Да, он пачкается. Выглядит неплохо, но пачкается. И, скорее всего, вам придется его либо чем-то защитить, либо постоянно вытирать. В противовес вот этому вот массиву, который будет пачкаться, отличное олеофобное покрытие на мониторе. И на нем действительно ничего, никакие пальцы, никакой мусор, никакая грязь не задерживается. Интересно скомбинированные органы управления. По кнопке меню вызывается на экран меню климатической системы. Здесь есть крутилки. Они небольшие, но довольно-таки удобные. На ощупь можно приноровиться, привыкнуть. Сама система отопителя и охладителя, как я уже говорил, работает довольно-таки быстро. Отклик монитора не самый быстрый в классе. По-прежнему Hyundai быстрее, по-прежнему Hyundai более отзывчивый на Android. Здесь не Android, здесь достаточно быстрая навигация. Но навигация перестраивает свой путь следования гораздо медленнее, чем ваш смартфон. В принципе, быть быстрее, чем смартфон она и не должна, как бы, но зато есть Android Auto и Apple CarPlay. Соответственно, вы можете всегда воспользоваться обычными гугл-картами. Интересная иконка с изображением фасада Opel Insignia. Не самая ярко выраженная кнопка аварийки. Меню не глубокое. С меню справится, в принципе, любой человек, который хоть раз в жизни ездил за рулем автомобиля какого-либо. Все коннектится быстро. По хард-кнопкам все работает быстро. Дальше. Опять же, вернусь к тому, что, да, здесь, слава богу, нет пластикового дерева, но декор такой вот очень скромный. Обычный серый пластик. Есть амбентная подсветка тоненькая в дверных картах. Воздуховоды очень органично смотрятся. В остальном что еще? Интересная деталь. Только один USB порт, только один USB порт. Зато в этой нише есть бесконтактная зарядка для вашего смартфона. И такая же зарядка продублирована у вас в подлокотнике. Причем в подлокотнике еще есть резиночка, которая будет очень бережно удерживать ваш смартфон на зарядке. И, в принципе, с точки зрения безопасности это правильно, потому что вы законнектили смартфон через Apple CarPlay либо Android Auto, бросили его сюда в бокс и как бы не отвлекаетесь на телефон. Отлично. У подлокотника есть небольшой ход. С одной стороны кажется недостаточный, с другой стороны и без наклона все классно, потому что регулировка кресел максимальная, регулировка руля максимальная. И любые вопросы по подлокотнику, они, собственно, сами по себе уходят, благодаря настройкам руля и кресла. Обзорность. Обзорность отличная. Мне гораздо больше понравилось за рулем Opel, чем за рулем Honda Servi, которая кажется слишком широкой. Здесь меньше мертвая зона в передней стойке. Я так понимаю, что та же самая черта характера, черта обзорности меня ждет в Peugeot 3008, на котором я пока, к сожалению, не ездил. И да, на этой же платформе еще существует C5 Aircross, у которого, говорят, одна из самых лучших ходовых систем с великим названием ковер-самолет. Я не знаю, у кого была тысяча и одна ночь глубокого мозгового штурма, вероятно, у инженеров ходовой части. Но все это сделано очень хорошо. И мы специально оставили машину с зажиганием при записи моего голоса, чтобы вы услышали легкий шум, урчание слегка тракторного характера от полуторалитрового турбодизеля. Он действительно звучит приемлемо, не раздражающе. Я бы сказал, что этот мотор звучит тише и приятнее, чем 2,2 турбодизель у прошлого 166 кузова GLE. И даже тише, чем прошлое поколение Touaregou. По заднему ряду места достаточно. Для детей точно достаточно. Для людей выше моего роста, возможно, будет очень плотненько. Подлокотник есть, подогрев задних кресел есть, подогрев руля есть, подогрев передних кресел есть. У демо автомобиля есть даже вентиляция передних кресел. Вероятно, эту опцию можно каким-то образом дозаказать. В общем, места достаточно. Посадка комфортная. Руль должного сечения приятно лежит в руках. И да, он по-настоящему кожаный, с хорошими органами управления, которые тактильно приятны. Сзади места хватит и для ребенка, и для людей среднего роста. Ну, собственно, проедемся. Так, что сказать об Opel в ходу? В ходу он действительно оказался довольно-таки интересным. Мне довелось вчера полдня поездить по всем киевским пробкам. Вечером я съездил за город, чтобы понять, как автомобиль себя ведет по трассе. Сегодня были снова пробки. Сегодня снова были раздолбанные дороги Подола. Пробки по всему Киеву, по центру, разъезды, переезды. Ну и в итоге мы выбрались куда-то в сторону Житомира, чтобы проехаться по проселочным дорогам. Чтобы проверить вот эту вот замечательную шайбу, которая руководит антипробуксовочной системой. Сперва, когда я увидел эту шайбу, я, конечно же, подумал, что здесь какая-то мудреная ситуация по переднему приводу. Может быть здесь дифференциал. Но нет, это все просто контроль антипробуксовочной системы. У нее есть режим снег, песок, грязь, ну и, собственно, полное отключение ESP для того, чтобы ваш протектор самоочищался. На самом деле на проселочных дорогах в сухую погоду, там, где мы, во всяком случае, ездили, это не особо ощутимо. Но я нашел видео, которое явно подготавливали ребята из Peugeot. На примере 2208 показана эта система, врезку покажем. Собственно, становится понятно, зачем. Идея прикольная, реализованная, интересная. Дальше. Что касается Opel Grandland X в ходу по городу. Полуторалитрового мотора хватает. Действительно хватает, но есть замедление. Есть замедление при старте, особенно, когда движешься в пробке. Происходит такая ситуация, что ты отпускаешь впереди идущий автомобиль как бы слишком сильно. Он уходит вперед, и только после этого начинается плавное-плавное троганье с места. Вот. В остальном автомобиль, в принципе, не бесит в городе. Слегка жестковатая подвеска. Отрабатывает на сжатии она несколько громче. Именно громче. Не жестче, а громче. В остальном, в остальном, довольно приемлемо. Контроль автомобиля осуществляется прекрасно. Отзывчивое. Отзывчивое, очень рулевое. Мне понравилось по маневрированию в городе, по маневрированию на трассе. И на трассе этот автомобиль себя чувствует куда лучше, чем в городе. На самом деле он действительно оказался комфортным. Подвеска сглаживает все неровности, ухабы, накатанную колею от фур. И делает довольно-таки приятным какое-то путешествие. Что касается скорости, то, честно говоря, свыше 130 ему уже немножко некомфортно. Двигатель начинает издавать более громкие звуки. Что касается шума виброизоляции салона, то здесь все четенько. Вот реально, прям, прям хорошо. Вот прям действительно хорошо. Каких-то лишних шумов я, во всяком случае, не заметил. Ни в городе, ни на шоссе. Ну да, есть некоторые шумы, которые пробиваются уже под днищу. Когда едешь по проселкам, сухая листва, сухая трава. Ну, в принципе, это не страшно. Главное, что в обычном пользовании, в каждодневном пользовании, слышишь музыку, слышишь, можешь не повышать тон. То есть сейчас мы едем сотку, мне кричать не приходится. Это уже плюс. По мотору. Здесь 130 лошадиных сил. Это знакомый по Peugeot двигатель Blue HDI. Он на мочевине. Это доставляет некоторые, собственно, негоразды в том плане, что мочевину надо доливать. И, собственно, доливать ее приходится несколько раньше, чем того хочешь. Потому что, ну, во-первых, рваные режимы, постоянное ускорение, постоянное замедление в городских условиях по Киеву, во всяком случае. Ну, и, во-вторых, топливо у нас все-таки не европейского качества. Это стоит помнить. Соответственно, блюшка расходуется чуть-чуть раньше. Но это касается абсолютно всех блютековых моторов. Зато не воняет, зато экологично, зато Евро-6. И этот автомобиль за умеренные деньги продается в Украине. Эргономика. Кресла. Блин, ну, это лучшие кресла в этом классе, вероятно. И я еще прочитал, что они одобрены неким сертификационным центром по спине. То есть люди, которые отслеживают ортопедию спины в Германии, одобрили эти кресла. Если сказать по-простому, а в титрах мы обязательно напишем аббревиатуру, название, собственно, этой немецкой комиссии. Кресло – бомба. Особенно бомба после корейских и японских конкурентов. Потому что здесь есть нормальная зона поддержки под коленом. Она регулируемая. Здесь приятная боковая поддержка. Здесь очень плотное, правильное кресло, которое дает мне определенную отсылку к тем старым добрым Опелям, когда в старом добром Опеле было чуть ли не Рикара, либо в GSI конкретная Рикара. Замечательные кресла Опеля остались на месте. В этой комплектации тут еще есть и память сидений, расширенные регулировки электрические, причем регулировки механические на правом пассажирском кресле. Они тоже довольно-таки глубокие. Есть поясничная поддержка, есть поперечная поддержка. Регулировка угла атаки седла относительно. Есть люди, которые любят, чтобы колени были выше задницы. Есть люди, которые любят сидеть, немножечко ссутулившись. То есть под любой вкус посадки здесь можно устроиться. Наклон вылет руля регулируется, понятно. Системы безопасности. Как я говорил ранее, это демонстрационный автомобиль, поэтому здесь конкретное удержание полосы. На украинский рынок пока только контроль полосы движения. Я так понимаю, Дистроник в Украине остается, но комплектацию лучше, конечно, уточнять у дилера на месте, перечислять абсолютно все пункты, чем украинский автомобиль фактически отличается от Демокара. Но мне кажется, это немножко лишняя информация, потому что я их все равно не упомню, а вам, собственно, будет что почитать. И читать там немного, поверьте. По расходу, я так понял, что в 7 литров дизеля вы вкладываетесь по-любому, но можно постараться и вклиниться где-то в 6,3-5,9, вот в этих диапазонах, опять же, смотря как ездить. Мне очень понравилось, как быстро срабатывает климатическая установка. Для дизеля это большой плюс. Вчера было прохладно, и, собственно, температура воздуха в автомобиле очень быстро все прогрелось. Здесь все супер, все здорово. Говоря о том, как это едет, стоит, опять же, похвалить трансмиссию. Здесь стоит Aisin на 8 ступеней, японский правильный механизм. Я бы сказал, что в этой коробке по-настоящему шелковый ход, ее не слышно. Вот мы сейчас едем на 6, уже на 7 передаче, скорость 86-84 км в час. Замечательно. Вот просто замечательно, спокойно, никаких роботов, никаких странных рывков, бросков. Все очень степенно, все очень хорошо. Классический, правильный подход. Людям чуть более старшего возраста, там, вот, наверное, возраста моего отца, эта машина будет вот прям в самый раз. Она спокойная, она тактичная, она без изысков дизайнерских. Здесь все на своем месте. Итак, это был новый Opel Grandland X, который запомнился очень внятным поведением на дороге, отличной рулежкой, классным экономичным двигателем на полтора литра дизель и буквально шелковой коробкой передач. Оставляйте свои комментарии, что вы скажете о новом Opel. Обращайтесь в дилерские центры Opel Украина. Они вернулись, они открыты. И там есть такие автомобили в продаже. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч! Продолжение следует...